Вторую очередь нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан запустили в Сковородинском районе. Пуск ВСТО-2 дали 2 июля, сейчас заполнено уже 197 километров нефтепровода. На самой крупной насосной нефтеперекачивающей станции побывала и наша съемочная группа. Полмиллиона тонн черного золота хранится в 9 резервуарах насосной нефтеперекачивающей станции. Самый большой на участке нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Особенно впечатляет вид на резервуарный парк с воздуха. Перекачка нефти идет непрерывно. 30 миллионов тонн в год. 15 из них поставляют в Китай. С вводом ВСТО-2 работы прибавилось не у всех, ведь здесь в основном используют автоматизированный труд. Не сложнее стало работать, просто увеличился объем работы. То есть меньше свободного времени стало, практически не было. Сейчас практически вообще нет. Ну добавили второго оператора, то есть помощника, который следит также за параметрами оборудования, заполняет журналы, отвечает на телефонные разговоры, выполняет указания. Старшего оператора. Ну то есть помощника. Из резервуарного парка нефть попадает в систему измерения количества и качества. Сейчас она находится в режиме ожидания. До второго этапа заполнения нефтепровода. Весь учет нефти, который у нас идет, это оперативный учет. Оперативный учет у нас осуществляется приемом по резервуарам, по расходомерам, которые установлены на трубе. А коммерческий учет, то есть это более точный учет, мы при откачке с резервуарного парка осуществляем через как раз вот эту систему измерения. К нефти на экспорт отдельные требования. Высокое качество – идеальный состав. Его проверяют в химико-аналитической лаборатории дважды в сутки. С помощью горячей воды вымоются хлористые соли, я сделаю водную выдержку и буду оттетровывать и определять, сколько в нефти соли. Кстати, здесь же в лаборатории журналисты прошли своеобразное посвящение в нефтяники. Испачкали руки нефтью, причем самой чистой. Наше черное золото, говорят специалисты, замерзает при минус 50 градусах. Это идеально для транспортировки в дальневосточных климатических условиях. На ВСТО-2 перед запуском прошли гидравлические испытания. Проверили трубопровод на герметичность и пожарную безопасность. Заполняли трубопровод с запуском двух очистных устройств, между которыми было закачано 200 метров воды для обеспечения взрыва пожаробезопасности. И исключение контакта нефти с сухой частью трубопровода. Передачу нефти контролировали 7 бригад. Акустический локатор позволяет слышать, как она движется по трубе на глубине 2,5 метра. Заполнять нефтепровод протяженностью 2692 километра будут поэтапно. Сейчас закончен лишь первый этап заполнения второй очереди нефтепровода. 197 километров от Сковородина, это чуть дальше Тыгды. В трубу на этом участке закачали 144 тысячи тонн нефти. К 6 ноября, к окончанию заполнения нефтепровода, эта цифра достигнет полутора миллионов тонн. С вводом второй очереди нефтепровода прогнозируют специалисты. Поставка нефти увеличится с 30 миллионов тонн в год до 50. Светлана Сотникова, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.